Банк России заподозрил менеджмент Промсвязьбанка в целом ряде сомнительных сделок. Глава банка Дмитрий Ананьев уже покинул Россию. О подозрениях относительно сделок, проводившихся Промсвязьбанком накануне его санации, регулятор сообщил вечером в пятницу 22 декабря. В сообщении сказано, что Банк России готовит обращение в правоохранительные органы по ряду операций и фактов, имеющих признаки незаконных действий менеджмента Промсвязьбанка. Это первые подозрения в недобросовестности менеджмента ПСБ, озвученные ЦБ с момента ввода в банк для его санации временной администрации Фонда консолидации банковского сектора 15 декабря. В качестве необходимости санации, входящего в топ-10 по активам системно значимого Промсвязьбанка, ЦБ назвал три причины. Первая, это значительный объем проблемных кризисов, выданных связанным сторонам. По предварительным оценкам регулятора объем необходимого до формирования резервов 200 миллиардов рублей. Вторым фактором стали субординированные инструменты в капитале банка, которые могли быть сформированы средствами самого банка, что запрещено. Третья причина – санационная нагрузка на банк из-за участия в оздоровлении Автовазбанка. Также в ЦБ отмечали хронический недостаток ликвидности у банка. Временная администрация вывела факты уничтожения или пропажи кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109 миллиардов рублей. Кроме того, были выявлены операции по финансированию банком посредством сделок РИПО собственных субординированных обязательств без отражения этого в отчетности. Объем этих обязательств примерно совпадает с общей суммой кредитов пропавших кредитных досье. Третий подозрительный момент – 14 декабря акции банка были проданы компании, управляющей средствами нескольких НПФ. Предположительно, для финансирования этих сделок управляющая фондами компания 14 декабря разместила в банке несколько депозитов сроком на одну неделю. В тот же день эквивалентный размер денежных средств был приведен на счет промсвязь капитала офшорная компания собственника банка, которая в тот же день расплатилась с управляющей компанией НПФ за продажу акций. Для сокрытия манипуляции сделки купли-продажи акций проводились через биржу. Ровно через неделю управляющая компания НПФ обратилась во временную администрацию банка с требованием вернуть депозиты, размещенные 14 декабря. Претензии в рисовании капитала, а именно это, по мнению участников рынка, означает фраза операции по финансированию банком посредством сделок РИПО собственных субординированных обязательств, в заявлении ЦБ участники рынка сочли довольно серьезными. Из комментариев от ЦБ можно предположить, что в банке могла быть реализована крупная схема рисования капитала. Суть таких схем в том, что банк дает деньги дружественным компаниям, которые затем через несколько промежуточных звеньев выкупают субординированные обязательства банка. В частности, такие схемы могут быть структурированы через сделки обратного РИПО. Цепочка компании в этом случае нужна для того, чтобы замаскировать связь выданного кредита и полученного банком капитального финансирования. В случае, если уголовные дела по выявленным ЦБ в банке фактом будут возбуждены и обвинительные приговоры вынесены, наказание может варьироваться в зависимости от того, по какому пути пойдет следствие. Что касается рисования капитала, то по статье 172.1 УК за фальсификацию финансовых документов, учета и отчетности финансовой организации предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 миллиона рублей или зарплаты за период до 4 лет. Также по этой статье может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 4 лет. Что касается утраты кредитных досье, то по статье 325 УК за похищение или повреждение документов предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до 1 года. Эти две статьи могут работать вместе.